Музыка Опель Одна из самых спокойных в производственном отношении автомобильных марок в мире Да, были у нее прорывы, были кризисы Один из которых привел даже к продаже заокеанскому автогиганту Но тем не менее, так и никому не перепродано И мало того, сейчас на платформе этих автомобилей строятся машины более именитых брендов Не зря в народе говорят, что когда-то любой автомобиль становится Опелем Первый автомобиль Опель родился как и многие существующие, так и безвременно почившие в конце 18-го столетия Фирменным знаком компании стали элегантно сплетенные буквы А и О В таком виде знак использовался до самого конца 19-го века, когда был заменен, собственно, на слово Опель Вместе с тем, время от времени появлялись и другие эмблемы В виде счета с упоминанием и Виктории, и моторной фабрики, или просто в вензелях При тече первых четырехколесных экипажей по сложности механизма была швейная машинка, а по простоте – велосипед Отцом-основателем компании был Адам Опель, который некогда увидел швейную машинку И в родном Рюссельхайме устроил мастерскую по изготовлению хитроумного по тем временам устройства Мастерскую окрестили незатейливо – Адам Опель А.Г. Нечто подобное нашему ПБУ или ЗАО Далее в оборот были запущены велосипеды В 1868 году Адам Опель женился на Софии Мэри, которая впоследствии родила ему пятерых сыновей По мере взросления сыновья присоединялись к семейному бизнесу Тяга к механике передалась по наследству Прогресс развивался стремительно, и в семье заговорили о чуде того времени – автомобили К сожалению, Адам Опель не дожил до того дня, когда за воротами его мастерской завели двигатель первой, но далеко не швейной машиной В 1897 году на демонстрационном заезде в Берлине был показан простенький и оригинальный самодвижущийся экипаж Фридриха Луцмана из ДСАУ Позднее было достигнуто соглашение, по которому фабрика Луцмана переходила под контроль братьев Опель, а сам он получил должность технического директора Весной из ворот завода выкатили первый автомобиль Опель Луцман Для того, чтобы завести расположенный под сидением мотор, приходилось вручную раскручивать огромный маховик Других приспособлений для запуска не имелось Автомобили Опель Луцман оснащались одноцилиндровым мотором объемом 1,5 литра, который располагался сзади Мощность двигателя 4 лошадиных силы Скорость автомобиля не превышала 20 км в час Спустя год братья Опель совместно с Луцманом выпустили автомобиль несколько больших размеров, который уже бегал в два раза быстрее Первые Луцманы продавались не слишком хорошо, однако неудача не остановила братьев Годом позже был заключен контракт с французским автозаводом Дорак А в 1902 году на немецком рынке появился Опель с одноименной приставкой, полностью собранной в Германии Это был четырехместный экипаж модели 10-12 со складывающейся крышей и трехступенчатой коробкой передач Машину приводил в движение двигатель объемом в 1,3 литра и мощностью 9 лошадиных сил Дела фирмы опять быстро пошли в гору Автомобиль весьма понравился публике, поэтому он модернизировался целых три раза В 1903 году объем двигателя подняли до 1,4 литра, хотя хоть как-то заметной прибавки в мощности совершенно не ощущалось Она была лишь на бумаге 2% В 1904 году фабрика делает скачок в объеме сразу на литр Однако дефицит породистых скукунов так и остался На 2,4 литра всего 14 кобыл Чтобы подогреть спрос, Opel идет на создание списка опций Правда, в основном они касались только отделки салона И, наконец, в конце 1904 года был выпущен автомобиль вверх совершенства тех лет Это был трехлитровый монстр, имевший мощность около 18 лошадиных сил Не дать не взять флагман или топ-версия Отделка салона была выполнена дорогими сортами дерева и кожей Стоимость того авто была около 12 тысяч марок Что по тем временам было чересчур дорого Эту модель могли позволить лишь очень и очень богатые люди На конец 1905 года завод выпустил около тысячи автомобилей этой модели Это был первый успех серийного производства В 1906 году, когда истек контракт с французами Братья уже уверенно стояли на ногах И больше не нуждались ни в чьей посторонней помощи Все предвоенные автомобили Opel Хоть и не конкурировали по роскоши со своими современниками Зато были чрезвычайно качественно сработаны Вместе с тем, вот это вот качество нужно было хоть как-то донести до народа Про радио или телевидение тогда никто и не помышлял даже в фантастических романов Оставались газеты и спорт Opel, как оказалось, и здесь преуспел Спортивная жизнь фирмы берет свое начало в 1902 году Когда состоялся дебют концерна в автогонках С тех пор заводская команда участвовала во всех маломальских значимых гонках И, надо сказать, довольно успешно Это было поистине великое время гонок и достижений Но спорт спортом, а основные усилия фирмы Были направлены на создание гражданских машин Крупным шагом на пути к созданию полноценного автомобиля Стала в 1908 году четырехцилиндровая модель 4.8 Носившая имя доктор Ваген Это был простой, маленький двухместный кабриолет Со съемными ободами колес и массой новшеств и дополнений Автомобиль использовался в частности врачами Как самая удобная, простая, надежная и, самое главное, проходимая машина Как вы понимаете, тогдашние дороги были далеки от совершенства Как в городах, а уж и подавно в сельской местности Больниц и прочих амбулаторных пунктов не было и в помине Так что приходилось Геру-доктору шлепать до деревни даром, что на лошадке А то и вовсе пешком Так что появление на рынке 4.8 пришлось как нельзя кстати При этом учитывая бросовые цены Стоимость автомобиля составляла 3950 марок Что было вдвое ниже цен конкурентов Производство автомобилей в 1909-1910 годах увеличилось в два раза Это было достигнуто за счет модульной системы сборки Которая позволяла создавать различные комбинации из двигателей, кузовов и шасси Опель стремительно наращивал обороты Однако в 1911 году на фабрике случился пожар Огонь уничтожил практически все мощности Одновременно братья начинают бодаться с профсоюзами Что называется пришла беда, открывай ворота Однако нет худа без добра Фабрику начинают отстраивать заново И отстраивать по современным технологиям После восстановления на «Опеле» заработал первый в Европе сборочный конвейер Правда, это было скорее похоже на стапельное производство Тем не менее, новшество помогло братьям значительно увеличить выпуск продукции Вместе с тем удалось уладить и распри с профсоюзами На фабрике устанавливают часовой рабочий максимум в 55,5 часов в неделю И «Опелевский МРОД» 36 фенингов в час Примерно в это же время в линейке моделей фирмы появились грузовики Которые отчасти сократили выпуск швейных машин В 1913 году «Опель» начинает заниматься дизайнерским плагиатом Он создает модель «Лаупфрош», которая была похожа как две капли воды на один из автомобилей «Ситроэна» Но обскакать по сбыту французов не удалось И хотя у них не было еще конвейера, зато уже существовала собственная сеть специализированных магазинов Годом спустя «Опель» стал крупнейшим производителем автомобилей в Германии Ежегодный сбыт автомобильной продукции достигает 3 335 единиц Упрощение производственного процесса сподвигло руководство компании сделать довольно смелый шаг На сборочные линии стали нанимать женщин Официально это решение обставлялось как взаимодействие с профсоюзами А за кулисами мотивировка была следующая Взять железку из коробки и установить ее на определенное место сможет даже ребенок, не говоря уже о женщине Закручивать раз за разом одну и ту же гайку тоже невелика сложность Сродни повороту ключа в дверном замке В конце концов, каждая домохозяйка делает это по 10 раз на дню Во время Первой мировой войны «Опель» вынужден заниматься, слегка уменьшив выпуск легковушек Производством военно-транспортных средств, тракторов и авиадвигателей Но уже в мирное время, в 1918 году Компания представила новую модель 1850 шестицилиндровым двигателем Автомобиль слегка видоизменился Начиная именно с этой модели и в дальнейшем на машину фирмы стали устанавливать только электрические фары В период медленного послевоенного подъема Очень полезным для «Опеля» оказался богатый 60-летний опыт производства самых различных товаров Помимо автомобилей и грузовиков, в ассортимент продукции фирмы Входили также велосипеды, мотоциклы и старые добрые швейные машины «Опель» смело шагал следующее десятилетие Но вернемся назад, в год 1911 Гибкое производство предполагало некое послабление для автозодчих На базе стандартных элементов конструкции Можно было создавать десятки вариантов автомобилей С разными моторами, рамами и типами кузовов Знай себе сиди и играй в пятнашки Что не комбинация, то новая модель С наступлением 20-х годов «Опель» впервые в Германии ввел практику дорожных испытаний продукции Прообраз сегодняшних тест-драйвов И стал пионером массового производства автомобилей в стране Каждую машину прямо с конвейера выгоняли рабочие и отправляли на близлежащие дороги Чтобы спустя несколько десятков километров понять, что нужно докручивать А что оставить на своем месте Что ж, увы, такова практика тест-драйва Однако и создание совершенно новых машин не стояло на месте Еще до пожара на фабрике появляется новая модель «Опеля 5.12», получившей впоследствии ласковое прозвище «Грошка» Автомобиль с четырехместным кузовом оснащался четырехцилиндровым двигателем И развивал максимальную скорость 55 километров в час Вдвое больше, чем первый автомобиль марки «Опель» системы «Луцмана» Обратите внимание, руль расположен справа Вероятно, тогдашние организаторы движения никак не могли решить, по какой стороне ехать А может, это уже была некая оглядка на экспорт Точнее, Великобританию «Пять дробь 12» выпускался до 2018 года Учитывая модульность конструкции, на базе «Пять 12» было также построено множество модификаций, в том числе и родстера Этот псевдо-двухместный автомобиль имел более высокую скорость и, как теперь принято говорить, стремительный кузов На первый взгляд автомобиль казался действительно двухместным Но на деле в него можно было усадить еще двоих, пусть не таких рослых, как спереди человек Сзади, как и у большинства тогдашних автомобилей, кузов заканчивался эдакой дородной покатостью «Опелевские мудрецы» решили не отдавать даром пространство и устроили там складную скамейку Впрочем, эта идея уже витала в мозгах автодизайнеров того времени И поэтому галерку на разных континентах Острослова окрестили по-своему В Америке – рамбл-сид, в Англии – дикий, а в Германии и России – за особую любовь кровной родственнице жены – тещиным местом Правда, как и всякая редкая вещица, ростеров было гораздо меньше и они были гораздо дороже Однако основное место на конвейере все же отдавалось четырехместным вариантам модели 5.12